Андрей Григорьевич, расскажите, пожалуйста, немножко о себе. Где родились, где учились? Родился я в городе Армавире. Записано, что станица на Алексейске, но родился в городе Армавире. Там закончил школу, отслужил в армии. После армии поступил в педагогический институт Армавирский. После окончания уехал по распределению Славянс на Кубани. Там работал в школе учителем вместе с женой. Оттуда по семейным обстоятельствам переехали сюда в поселок Майский и здесь работали в школе до 2003 года. Я работал учителем, и жена моя работала учителем. В 2003 году устроился на работу в МЧС. То есть здесь не было инспекции, создавалась инспекция, поэтому я ушел работать и вплоть до 2015 года, до марта месяца, работал начальником пожарного надзора по Кашкабальскому и Шовгеновскому району. В марте 2015 года я ушел на пенсию, подполковник внутренней службы, заработал соответствующую пенсию и так далее. После увольнения на пенсию устроился на работу в Майкопский район, начальником отдела ГУ и ЧС Майкопского района, где проработал до 18 сентября этого года. Потом поучаствовал в выборах главы поселения, прошел на выборах и поэтому на сегодняшний день являюсь главой майского сельского поселения. Что послужило причиной дать согласие баллотироваться на пост главы поселения? Ну здесь можно сказать несколько причин послужили поводом и толчком для того, чтобы поучаствовать в выборах. Первая причина, ну в МЧС я проработал, на момент моего устройства в МЧС район был в отстающих, скажем так, да, поработали с помощью, конечно, и главного управления всего. Район в противопожарном отношении немножко подняли. После этого, когда работал в Майкопском районе, тоже работа получилась и так далее. Поэтому многие люди, которые меня знают, высказали такое предложение, что там поработал, там поработал, пора уже и на поселок поработать, там где живешь, как-то поучаствовать в жизни поселка и так далее. Плюс пообщались с людьми, которые тоже до выборов еще поддерживали, если пойдешь, мы поддержим и так далее. То есть первоначально общался с людьми и люди были не против того, население, основная масса против того, чтобы я пошел на главу поселения. Вот это вот и основную такую роль сыграло. Я согласился, тем более пенсия уже есть и живу здесь, чтобы никуда не ездить. Ну и есть возможность, есть какие-то задумки, что можно сделать в данном поселке, что-то новенькое, свеженькое, чтобы продолжить то, что есть и сделать что-то лучше. Поэтому было такое решение. Можно сказать, дал согласие и решился пойти на выборы. Какие первые впечатления с момента вступления уже в должность? Ну, первые впечатления трудно, конечно, сказать. Но если в общих чертах, конечно, работа интересная. Вот за первую неделю работы стал вникать в документы, в проблемы поселения. Вопросов, конечно, много, но я знал, куда шел. Эти проблемы я предварительно уже знал, поэтому впечатления, в принципе, нормальные. Коллектив замечательный. То есть все, кто работал, все остаются работать на своих местах, каждый на своем месте. Поэтому, я думаю, мы продолжим то, что здесь было и постараемся сделать немножко поселок лучше, облагородить его, провести какую-то работу на улучшение работы. Первые впечатления, ну, довольно-таки нормальные, положительные. И последний вопрос. Ваши планы на будущее? Планов на будущее, конечно, очень много, но бюджет, к сожалению, не позволяет. Поэтому все будет зависеть от того, насколько будет оказана помощь со стороны района, со стороны республики. Мы, в свою очередь, постараемся с бюджетом справиться таким образом, чтобы более-менее его направить в правильное русло. Плюс к этому мы постараемся привлечь сюда инвесторов. В первую очередь нам нужно сделать так, чтобы не было оттока людей. То есть сделать хотя бы небольшие какие-то предприятия, какой-то за год контору, какой-то перерабатывающий цех. Потому что у нас очень много частного подворья у людей, и овощи, и фрукты выращивают, и чем они пропадают. Если будет возможность куда-то сдать, естественно, люди будут этим заниматься. Поэтому какие-то наметки есть. Потом у нас очень много пустующих зданий. Опять же, постараемся привлечь инвесторов для того, чтобы эти здания как-то оккультурить, восстановить, что-то сделать. Очень бы было неплохо, если бы мы сделали свою пекарню, свой хлеб. Во-первых, это рабочие места. Во-вторых, свой хлеб. Это будет очень здорово. Поэтому мы постараемся это все сделать. И если мы хотя бы вот это сделаем, уже люди не будут уезжать. Как только люди перестанут уезжать отсюда, тогда уже можно будет думать дальше и привлекать уже других инвесторов для того, чтобы расширять что-то делать. Я думаю, что все в наших силах. Сначала будем работать с населением, разговаривать, объяснять, потому что помощь населения тоже очень многое значит. Если население будет участвовать в работе поселка, так же, как и администрация, все организации, которые здесь есть, то, я думаю, здесь много что можно сделать. И порядок навести, и все будет замечательно. Андрей Григорьевич, спасибо вам большое, что уделили нам сегодня время. И желаем вам удачи в нелегком труде. Спасибо, спасибо. Ну а мы со своей стороны постараемся так, чтобы поселок был не из худших. Чтобы он был на виду. И все, что будет делаться хорошее, я думаю, что мы через течение будем освещать.